Количество ЧП со школьниками, оно действительно растет или причина в том, что информация об этом стала более доступной? В этом мы попытались разобраться на примере не случившейся аварии. Ее практически спровоцировала иркутская школьница. Все детали далее. Задумалась, еще есть телефон. Ты что такое делаешь? Эти любительские кадры, снятые в Иркутске, стали поводом для разбирательств. Почему девчушка так уверенно ходит на красный, автор видео решил выяснить через городской департамент образования. Запись отправили директору ближайшие к месту инцидента школе. Мы постараемся отработать эту ситуацию. И если это наш ребенок, наша ученица, то отряд ЮИД обязательно пойдет с агитбригадой в этот класс. Родители будут вызваны и проведена соответствующая профилактическая работа. Работа с детьми только в школе явно недостаточно. Родители в регионе объединились в патрули. Этот в Усолье наблюдает за пешеходными переходами уже несколько месяцев. Его участники пришли к интересным выводам. Маленькие дети, они все-таки больше относятся, лучше даже к своей безопасности, чем старшие. Вот идут, даже не оглядываются, да, старшие дети. А маленький встанет и посмотрит. Это заслуга, конечно, скорее всего, родителей. Тех родителей, кто сам не бегает на красный и уважает других. В ГИБДД посчитали, подобные патрули теперь есть практически во всех крупных городах области. По количеству почти сотня. От таких наблюдателей дорожного хамства и детского разгильдяйства не скроешь. Родители, которые были раньше равнодушны к нарушению правил дорожного движения детьми, они заинтересовываются в том, что необходимо правила дорожного движения соблюдать. Некоторые из них присоединяются непосредственно к родительским патрулям. И родители педагоги сетуют. Современные школьники окружены большим количеством гаджетов. Важно научить детей не отвлекаться на дороге. Отделять виртуальную реальность от действительности. Иначе даже исключительное знание правил не спасет. Они работают на оценку, получают хорошие, отличные оценки. Но когда это надо практически выполнять, здесь они забывают. Чтобы не забывали, нужны тренировки. На автодроме или реальной улице – выбор за взрослыми. Главное, чтобы был результат. А сообщений об авариях с детьми не было. Лада Рыбакова, Виктор Черкашин. Новости по будням.